При советской власти здесь тоже был хороший сквер. Аллеи были, скамейки тоже лежали, фонтан вон там был. Сегодня о полувековой истории сквера напоминают только крашеные и звездкой вазоны, говорит Сан Саныч. Он живет в доме напротив и видел все периоды расцвета и запустения парка. 90-й сквер превратился в чащу. Его звали пьяником и обходили стороной. Лет пять назад пьяника благородили, и теперь Сан Саныч гуляет по этим дорожкам утром и вечером. Но идея выстроить в сквере храм пенсионера не слишком воодушевляет. А зачем? У нас место отдыха прекрасное. Здесь часто бывают? Каждый день. Дети здесь. Играют все время. Нет, здесь не место ему. В епархии объясняют, построить в сквере храм попросили сами жители, которым далеко ездить на службы в Николаевку. По проекту церковь в старорусском стиле планируется небольшой, прихожан на 150. Уже и меценаты есть, готовые оплатить строительство. Имя храму дадут в честь князя Владимира. При этом существующая инфраструктура пострадать не должна. Он будет строиться по современной технологии, из металлической конструкции, с современными отделочными материалами. Технология не предусматривает литья котлована и нарушения существующих зеленых наслаждений, благоустройства. В мэрии говорят, решение о необходимости прихода в сквере в любом случае остается за горожанами. Закон позволяет возводить религиозные сооружения в парках и общественных пространствах. Согласно правилам землепользования и застройки, на таком земельном участке допускается размещение объектов, религиозных объектов, как то храмы, церкви, часовни, соборы. Соответственно, размещение данного храма необходимо рассматривать через проведение публичных слушаний. Если горожане, принявшие участие в публичных слушаний, выскажутся в поддержку данного проекта, то администрация рассмотрит возможность размещения храма. Тем временем школьники приходят в сквер на физкультуру, а молодые родители готовятся отстаивать свою зеленую зону. И сквер совсем небольшой, свободных участков на нем не так уж и много. Где тут храм? Это, во-первых, деревья все спилят. Да и так у нас загазованный город, у нас зелень практически идет, все уже повырубили. Плюс, ну, вот с детьми гулять негде будет. Правда, у нас тут трое парков есть, но тоже до него идти надо. А тут так вот спортплощадки есть, все, люди постоянно тут отдыхают. Местные жители говорят, что они не против строительства храма. Они против того, чтобы их сквер поменял свое назначение и из места для неспешного отдыха превратился в церковный двор. Клавдий Стремахович, Алексей Егоров, Афонтова. Новости. Новости.